Будущее без барьеров. Практически все объекты социально-культурного назначения и образовательные учреждения не готовы принять людей с ограниченными возможностями. В течение двух дней в Карагандинской области с участием членов партии Нур-Отан будет проводиться мониторинг адаптированных объектов и школ, в которых созданы условия для инклюзивного образования. В рейде участвовала и наша съемочная группа. У нас здесь на втором и третьем этаже есть такие. А вы меня поднимете на второй этаж? Нет, я не подниму. В Карагандинской области проводится мониторинг адаптированных объектов и школ, в которых созданы условия для инклюзивного образования. Комиссии в течение двух дней планируют посетить 28 объектов социальной инфраструктуры. Мы только начинаем мероприятие по адаптации объектов, поэтому если мы в текущем году выявим на адаптированных объектах недостатки, то в будущих объектах уже они будут устранены. Комиссия посетила гимназию номер три. Александр Ивкин, который уже с 15 лет прикован к коляске, попытался попасть в здание. Внутрь с трудом он заехал, однако проехать в столовую и в классы ему не удалось из-за порогов. Здесь строили столовую. Ее ремонтировали уже не один раз. И разрабатывали какие-то проекты. Но почему не учли о том, что порог явно непреодолим? Не то что для инвалида коляскника, он непреодолим даже для инвалида по зрению. Недостаточная обустроенность для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и их высокая социальная зависимость негативно отражаются на образовательном и культурном уровне инвалидов. Для людей с ограниченными возможностями образование жизненно важно, поскольку оно способствует развитию личности, повышению социального статуса и защищенности. Общая болезнь всего нашего образования заключается в том, что, к сожалению, инвалиды, за исключением тех, у которых очень сильная воля, очень сильные волевые родители, им очень трудно получить такое образование, которое поможет им занять достойное место в жизни. Батагос Батырбекова, Диас Нурмуханов, Олег Губанов, 5 канал.